Здравствуйте! Сегодня мы вас познакомим с такой необычной гортензией в нашей коллекции, которую еще в народе называют гиацинтовой. Это гортензия Sky Folk. Ну, давайте начнем как раз с того, почему же она гиацинтовая. Обратите внимание на ее крупные цветочки, которые чем-то напоминают гиацинт. Гортензия начинает цвести в первых числах июля. Вот, посмотрите, вот так начинает раскрываться соцветие. Здесь явно видны лаймовые нотки, которые потихонечку переходят в светлые тона. Соцветие достаточно большое, в районе 20-25 сантиметров. Цветет эта гортензия июль-август-сентябрь. И с августа месяца соцветие начинает преобладать розовые нотки. Что еще хочется сказать? В этом году 40-градусная жара сделала испытание и для этого сорта. И он прошел счастью так же, как и сорта граффити. Лишь буквально на одном-двух растениях мы заметили ожоги на листах. Но так сорт это выдержал. Однако, хочу заметить, что в условиях такой жары сорт очень требовательный к поливу. Хотя ни одно растение у нас не погибло. Но несколько, вот при таких загущенных посадках, несколько растений все равно можно не полить. И вот у таких растений тугор становился слабым. Растение паникало, но после полива оно восстанавливалось. Так что в этом случае надо хорошо поливать растения и обязательно мульчировать ваши посадки. Еще хочу заметить, что Skyfall очень хорошо черенкуется в мае и в июне зелеными черенками. И просто прекрасно черенкуется полуодревесневшими как раз сейчас в июле и начале августа. Для тех, кто выбирает растения для переднего или среднего плана, Skyfall, мне кажется, будет оптимальным выбором. Красивая жемчужина вашей коллекции. Когда ролик про сорт Skyfall был готов, мы решили вернуться к нашей экспериментальной грядке. И показать вам, к чему приводит разница в обрезке. Вот первый Skyfall у нас был обрезан. Мы получили с него черенки и удалили лишние веточки. И посмотрите, какие большие у него образовались соцветия. Рядом такого же возраста Skyfall. Он тоже красиво цветет, но обратите внимание, что его соцветия меньше. Это обыкновенная практика. То есть, если вы хотите много соцветий, но они будут мельче, то тогда проводите щадящую обрезку. И вообще меньше обрезаете. Удаляете только сухие тоненькие веточки. Ну и более глубокая обрезка приводит вот к таким вот он. Удачи и до встречи в следующий раз.